Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас 10 марта 2023 года, у микрофона Лион Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Господа, мы с вами уже знаем, что в школах, в которые мы посылаем наших детей, учат не всегда тому и не всегда так, как нам бы хотелось. Но я хочу, чтобы вы поняли, какой кошмар происходит в тех местах, где мы считали, что наших детей учат думать, созидать, создавать, запоминать, употреблять знания в дальнейшей жизни. Прежде чем я начал говорить вам о том, что я считаю необходимым по этому поводу делать, я хочу перевести несколько примеров того, перевести с английского на русский язык, того, что говорят преподаватели, которым мы и государству доверяем наших детей, в то время как эти преподаватели считают, что их посторонние люди не слышат. То есть, о чем они говорят между собой, когда думают, что они в кругу единомышленников. И вот если вы думаете, что, мол, это другие какие-то преподаватели, директора, лекторы, а у нас в школе, или мой Мони, или Давида, или Сары, преподаватель совсем другой, то я бы, тем не менее, все равно очень это проверил и начал обработать с детьми, чтобы их спасать. Потому что ситуация такая, при которой их необходимо спасать, и надеюсь, что после того, как я вам сейчас зачту, вы поймете. Есть такой Project Veritas, я несколько раз о нем рассказывал, что они делают, они как бы переодеваются, идут там куда-то с видеокамерами, с микрофонами, втираются в доверие и заставляют людей рассказывать им, считая, что они с единомышленниками, то, что они, в общем, в нормальной ситуации бы постелились рассказывать. Вот сегодня, вчера, вернее уже, Project Veritas выпустил новое видео, разоблачающее старшего администратора школы, значит, в Лонг-Айленде, Дэйва Касамэнто, который признается, что тайно внушает молодым людям, ученикам, расовую и гендерную политику. Вот некоторые моменты из выставленного видео. Значит, Дэйв Касамэнто, он помощник суперинтенданта по учебной программе обучения у школьного округа East Middle. Мы во всех школьных округах договорились заниматься идеологической обработкой, но очень медленно и тайно, сказал он. Они, родители, искренне верят, что системного расизма, например, не существует. Они не понимают, почему мы должны, например, говорить о проблемах ЛГБТК. Я думаю, что по-русски это так. Или иметь книги, в которых есть такие темы. И, значит, вот я даю эти книги читать ученикам не как домашнее задание, а только как школьное. То есть они в школе этого читают, и из школы книги не выносят. Также он сообщил, что, значит, не преподавание, а исправление мозгов. Вот моя основная работа. Я политически в каждом разговоре, который, так сказать, я завожу с детьми, это, может быть, и обман, но обман во благо, для будущего. Вот, по-моему, мы это слышали уже разок-другой. Казаментов. Моя сексуальная идентичность всегда была частью моей работы, потому что я верю в восстановление связи с детьми чем раньше, тем лучше. Господа, чем раньше, тем лучше. Ну, если вы думаете, что это он один такой, то вот, значит, учительница специального образования из штата, значит, округ Олбани, это тоже штат Нью-Йорк, Синтия Кло. Цитата. Вы можете просто быть, я не хочу использовать слово коварным, слово, которое я хочу использовать, это тихоразрушительным, надо детей приучать потихоньку, незаметно, просто как классный руководитель. Ну, например, вы приклеиваете маленькую радужную наклеечку куда-нибудь, надеюсь, вы знаете символ чего является радужная наклейка. Значит, вы можете прочитать историю о джазе, или вы можете пригласить знакомых трансвентистов, и они расскажут историю о джазе. Или можно просто спокойно читать книжки, и даже не обращать внимания о том, что там написано, просто читать и заставлять детей читать их понемножку, а там в книгах сказано все то, что вы бы сказали, хотели бы сказать детям, и никто не будет знать, потому как вы на это не обратили специального внимания. А дети дома тоже не рассказывают, даже не рассказывают, о чем они читали какие-то истории там в школе, да, в книжках. Хло, еще одна цитата. Знаешь, если ты пишешь задание по математике, то, значит, напишет задание, а поместит туда фотографию мужика, переодетого женщины, и вот они будут думать, что это абсолютно нормально. И может, сами захотят поэкспериментировать. Ну, можно сказать, два сумасшедших, да? Майкл Смит, учитель, средняя школа с другой части Соединенных Штатов Америки. Чем дольше вы проходите через подростковый возраст и половое созревание, тем меньше вы можете сделать, если этот ребенок действительно идентифицирует себя как трансжендер и хочет иметь возможность пойти другим путем. Параллельно, помните, да? И начать надо в секрете и как можно раньше. Он же. Дети подходят ко мне и говорят, я просто хочу поделиться с вами тем, что я, знаете ли, идентифицирую себя как трансжендер. То есть, не мальчик я, а девочка, или там не девочка я, а мальчик. Они мне говорят, продолжает Смит, пожалуйста, не говорите только моим родителям, хорошо? А потом, типа, а я не знал даже или не знала даже, сколько детей таких, как я. А почему это произошло, вы спросите? Потому что я стал им в классах кино показывать о том, как мальчики хотели стать девочками и как им страдали. А потом, как им стало хорошо, когда они стали девочками. Переверяю на русский язык. Это значит обрезали. Что можно обрезать? Начали принимать всякие гормоны и прочее. И у них начали перестали расти волосы. Там, сям, и начали расти другие части тела. Вот. А теперь, продолжает он, я так и говорю в классах, а давайте посмотрим какой-нибудь драг в кино. Давайте поговорим об этом. Давайте приселимся. Надеюсь, господа, вы знаете, что такое драг на сленге. Если нет, поинтересуйтесь у любого из своих детей, любого возраста. Им уже объяснили, забыв вас об этом предупредить. Ну, если вы решили, что это только в школах у нас там, киндергарден, детский сад, школа, да? То вот вам профессор Бруклинского колледжа Института Пратта Джереми Кауш. Я все контролирую. У меня есть авторитет, глубокие знания и опыт. Они дети. И часто они либо не знают ничего лучше, чем то, что родители им сказали, находится под влиянием родителей, и они никогда не слышали другого голоса с позиции знания. С позиции знания. Интересно, что же такое знание? Моя работа не быть ни на одной, ни на другой стороне в политическом плане. Но, вы знаете, трудно зайдя в класс не сказать, посмотрите, ребята, эти чертовы люди Трампа. Они что, за вас вы думаете? Эти люди хотят вас убить. То есть, вот зачем. С точки зрения знания. Он же. Я могу сказать в своем классе, как можно настойчивее. Не голосуйте за этого ублюдка. Это опять про Трампа. Потому что вы голосуете за разрушение окружающей среды. Если вы поддержите Трампа, то вы один из самых яростных гребаных расистов. О, как. Причем, гребаных он не так говорит. Он говорит более откровенно и делает это в классе. Он же. Правые и политические силы нас убьют. Они собираются убить нас. Нас всех. Я могу сказать в классе, говорит он, послушайте, республиканская партия, республиканцы не верят в изменение климата. И это опасно для вас лично. Где-то вы, значит, вот про эти темы. Давайте еще про одну, близкую довольно многим людям, которые будут смотреть сейчас эту передачу. Сенатор республиканцы требует от Министерства образования США ответов на то, что, по их словам, является федеральным финансированием антисемитской деятельности в колледжах Соединенных Штатов Америки. В письме сказано, мы с серьезной обеспокоенностью пишем о том, что Министерство образования на протяжении десятилетия позволяло антисемитизму, который финансируется налогоплательщиками, иметь место в компусах колледжей по всей территории Соединенных Штатов Америки. В своем письме сенаторы заявили, 93% сотрудников Центра Ближневосточных исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, спонсировавших публичные мероприятия, демонстрировали предвзятые отношения к Израилю. Ну, так как я не сенатор, то я могу сказать прямо. Прямо демонстрировали ненависть к евреям и к Израилю. В 2020 году, в Нью-Йоркском университете, был проведен вебинар с участием дамы, дамы, назовем ее женщина, которая была осуждена за угон двух самолетов, в котором присутствовали израильские граждане, является членом нераскающимся Народного фронта освобождения Палестины, объявленным США террористом, то есть группа террористов, которая убивала американцев. А ее приглашают на вебинар и оплачивают ей это. Университеты с преподавателями, активно поддерживающие движение за бойкот Израиля, изъятие инвестиций, санкции против Израиля в 3,6 раза чаще подвергали, позволяли тому, что еврейских студентов терроризировали и на них нападали. У них на территории университета. В 3,6 раз чаще. Господа, я хочу, чтобы вы поняли, что происходит рядом с нами, вокруг нас, особенно там, где находятся наши с вами дети. Их постоянно обрабатывают, их постоянно обрабатывают. Их убеждают, что они, и их родители, и вообще все белые виноваты таким образом, что им от этого теперь не отмыться. Им объясняют, что семья – это ужасно, что родители ничего не понимают в жизни, особенно те, которые приехали, черти откуда. Что единственные свободные люди – это те, которые, родившись мальчиками, переделываются в девочек, и родившись девочками, там, наращивают тебе, черти что, переделываются в мальчиках. Им говорят о том, что мускулистые молодые люди могут решить в один прекрасный день, что они юные девы, и идти соревноваться с девушками в женские виды спорта. Что перед тем, как решить, что хочешь, заводить семью или детей, надо обязательно поэкспериментировать и попробовать все другие виды и способы секса. Их убеждают, что быть гомосексуалистом – это почетно и отважно, а не быть стыдно и трусливо. Их убеждают, что те, кто хочет отнять у других что-то, да, деньги, имущество и прочее, они настоящие герои, Че Гевары, Ленин, кто там еще, Гитлер пытался отнять, все вот эти, да, а те, кто тяжелым трудом или с помощью мозговой деятельности добились чего-то и получили что-то, вот они и есть, кого надо ненавидеть. Кстати, если вы думаете, что из ваших детей невозможно сделать антисемитов, то вы глубоко ошибаетесь. У них, у левых уже это много раз, много раз получалось. Никто, кроме вас, с этой ситуацией ничего поделать не сможет. И это не то, что «Ой, а что я могу сделать один?» Это ваша семья, это ваша семья, это ваши дети, ваше будущее, ваши отношения с вашими внуками, детьми на долгие-долгие годы. Если бы вы в очередной раз решили, если вы в очередной раз решите, что ваша хата с краю, или что вам это слишком сложно, или что времени нету, или что само уйдет там ваш додик, нет, Фима, нет, никогда, да, Рошель, никогда. Вот то, что вы посеяли, вы то полностью и поржнете. Пора переходить от вздохов и сожалений к действиям. На этом все.